50-летний юбилей детской школы искусств станицы Петровской стал ярким событием в культурной жизни крупнейшей станицы Славянского района. За полвека коллективам школы пройден большой путь, наполненный творческими достижениями. Смотрите наш репортаж с торжественного мероприятия, посвященному юбилею школы. Наверное, сейчас уже трудно представить такую станицу, как Петровская, с ее богатой историей и удивительными людьми без своего очага культуры, в котором постоянно горит огонь настоящего творчества и где живет любовь к искусству. И этим очагом подлинной культуры давно уже стала детская школа искусств. Золотой юбилей, который собрал в Доме культуры всех, для кого это событие имеет важное значение. А таких людей много, и школа искусств сделала для них немало, прежде всего, благодаря своим прекрасным преподавателям. «Замечательные педагоги. Спасибо, что раскрывают творческие таланты наших деток. Спасибо родителям, которые ведут их сюда. Значит, замечательно, что есть Петровская, у которой есть школа. Вот мы видим великолепие, которое делается руками сегодня его учеников и, соответственно, педагогов. Взаимодействия теснейшие, поэтому всех с праздником, здоровья и благополучия и творческих успехов». За 50 лет накоплен богатейший опыт эстетического воспитания подрастающего поколения. И этот опыт работает на авторитет школы искусств. «Прошло несколько поколений. Учились дети, учились потом их дети, уже и внуки даже есть. Я хочу сказать, что коллектив в школе очень стабильный, хороший, дружный». Сотни выпускников школы вышли из стен этого учреждения. Многие из них связали свою жизнь со сферой культуры. «Если такие, которые продолжают наши традиции в области музыки, работают в центрах творчества, в ДК, в детских садиках, в музыкальных школах». Один из самых ярких примеров, как учеба в этой школе положительно повлияла на будущее – молодые люди из семьи Дэй. «Музыкальная школа дает фундаментальные знания. Благодаря этим знаниям у меня средний сын поступил в военное музыкальное училище, закончил его успешно. Сейчас работает в театре у Сергея Безрукова в оркестре, играет. Два старших сына, они хотя и не пошли по музыке, учатся они в военной академии ракетных войск, но, тем не менее, уже два года подряд они играют на параде на 9 мая на Красной площади». Одаренные дети, которые посещают школу, и стали главной силой музыкальных номеров на юбилейном мероприятии. Здесь была представлена вся богатая палитра творческих возможностей учащихся и преподавателей. «Родная музыкальная, гитарно-порт и пьяная, эстрадно-деогральная, наша Дэй Шеи». «Детская школа, искусств, зданийцы и трога». Со сцены прозвучало очень много добрых слов и пожеланий в адрес коллектива «Школа искусств». От представителей районных и местных властей, от музыкальных семей, от выпускников, от коллег из других школ искусств и общеобразовательных школ. Учителя из 29-й школы порадовали всех своим искусством хорового пения. Юбилярам было вручено много приветственных адресов и подарков. За высокий профессионализм и добросовестное отношение к работе были отмечены благодарственными письмами лучшие преподаватели. В их числе была и преподаватель хоровых дисциплин Людмила Подпоринова. «Я безумно счастлива за такой прекрасный юбилей, такой прекрасный, замечательный концерт. Очень люблю своих благодарных учеников и особенно поддерживающих родителей. У нас замечательный сейчас тандем родителей и дети, и педагоги. Это очень радует». Учащиеся школы искусств любят музыку и школу, которая уже стала для них по-настоящему близкой. «Музыка значит много очень в моей жизни. У меня поют, родители выступают. Мои братья и сестры практически все закончили музыкальную школу. И это традиция. Я не представляю своей жизни, что я буду делать без моей музыкальной школы. Я ее очень люблю». Чтобы воспитывать учащихся в любви к искусству, педагоги школы продолжают ее славные традиции и широко пропагандируют подлинные художественно-эстетические идеалы. А главное – относятся к работе неравнодушно. «Вот когда выходной, уже думаешь. Когда на работу? Потому что, конечно, большая часть времени проходит на работе, и все живут этой работой. Ну, просто если бы человек не любил свое дело, он бы, наверное, не работал в таком коллективе. Вот такие концерты, как сегодня, конечно, я очень рада, если он всем понравился, если все получилось, что мы планировали. Вот сегодня концерт полтора часа на сцене, а перед этим 15 дней работы». Благородная работа по воспитанию юных музыкантов и художников будет продолжена. Мы присоединяемся ко всем пожеланиям и желаем Петровской школе искусств новых творческих достижений и побед. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков. Программа «События». Продолжение следует...